Как познакомиться с девушкой? Друзья, в этом видео я дам вам 10 проверенных первых фраз для знакомства. Раньше я был довольно закомплексованным парнем. Был очень скромным, неразговорчивым. У меня не было девушек, я не умел с ними знакомиться. А мои робкие попытки кому-то подкатить выглядели настолько убого, что, честно, я бы не хотел о них вспоминать. В какой-то момент я принял решение избавиться от стеснительности и научиться знакомиться. С тех пор я перезнакомился с тысячами девушек, и моя жизнь кардинально изменилась. Ну, ребят, она изменилась настолько круто, что я каждому из вас желаю прочувствовать, насколько это замечательное ощущение. Просто представьте, ну вот вы видите девочку в парке, в метро, на улице, в кафе, и вы просто к ней подходите. Подходите, общаетесь, она рада с вами пообщаться, благодарит вас за то, что ты к ней подошел, вы там договариваете со свидания, идете на свидание, но это здорово. Разве это не то, о чем ты мечтаешь? Но это, по крайней мере, точно то, о чем я мечтал, проводя грустные, одинокие вечера дома. Огромное спасибо проекту «Русская модель эффективного соблазнения», в котором я обучался всем азам и всем фишкам покорения женского сердца. Именно благодаря ребятам из этого проекта я превратился из закомплексованного, стеснитого парня в уверенного в себе и очень общительного. Но хочу заметить, что помимо того, что ты говоришь при знакомстве, также большую роль играет твой внешний вид и твоя уверенность в себе. Потому что если ты, скажем, выучил там или придумал какую-то классную фразу, но ты тихо ее мямлишь или вот как-то неуверенно в себе что-то рассказываешь и при этом плохо выглядишь, то тебя не спасут даже самые коронные проверенные работающие методы. Но порой простое незнание, с каких же именно слов завязать разговор с девушкой, срезает всю уверенность под ноль. Поэтому сегодня я дам вам 10 проверенных работающих фраз, первых фраз для знакомства. Некоторые из них я сам использовал при знакомстве несколько лет назад, и они прекрасно работают. Ну, естественно, раз ты смотришь мой канал, значит, ты уже выглядишь стильно, ты красавчик и чувствуешь себя очень уверенно. А в конце я расскажу вам самый простой, самый быстрый, самый эффективный способ, как научиться легко знакомиться с любой девушкой, ну, в любом месте, где ты ее встретил. Поехали! Фраза номер один. Мы с тобой отлично смотримся в этом отражении. Эта фраза отлично работает, когда вы стоите с девочкой в одном вагоне, ну, и видите себя в отражении. Обязательно говорите ее с улыбкой. Ну, и, кстати, в принципе, всегда при знакомстве я рекомендую улыбаться. Я всем парням говорю, друзья, перед тем, как решили познакомиться с девочкой, выпрямили осанку, улыбнулись во все 32 зуба. Ну, или сколько у кого осталось. Фраза номер два. Слушай, а этому бармену можно доверять? Прекрасный опенер за барной стойкой в клубе или в баре. Кстати, первую фразу часто называют опенером. Так вот, это пример контекстуального опенера. То есть, когда ты с девушкой начинаешь общаться о чем-то, что вас сейчас окружает. Но будь начеку, если девушка отвечает что-то в этом стиле... Мой бармен вообще огонь! Я вчера, когда пила восьмую текилу, мне еще две в подарок налил. Будь аккуратен, ведь отношения с ней опасны для печени. Фраза номер три. Слушай, а почему сегодня в парке так много людей? Вместо парка вставляй любое место, где вы оказались. Клуб, бизнес-центр, кафе. Ну, конечно, будет очень глупо звучать, если ты ее спрашиваешь, по какому поводу здесь все собрались. Да, рядом огромный плакат, поздравляем с днем города. Но в целом это отличный вариант знакомства. Ты даешь девушке возможность проявить себя в роли рассказчика, объяснить тебе, что же здесь происходит. И очень приятно с тобой пообщаться. Номер четыре. Ты на меня так нежно посмотрела, что мне захотелось с тобой пообщаться. Отлично работает, когда ты заметил взгляд девушки на себе. Ну, допустим, если она смотрела тебе в глаза больше двух секунд. Или ты заметил, что она уже кировала на тебя три-четыре взгляда. Это говорит о том, что ты ей явно нравишься, парень. Не тормози, иди подойди к ней. И перед этим хорошенько подумай, как же записать номер этой красотки к себе в телефон. И где с ней позавтракать после умопомрачительной ночи. Кстати, если ты хочешь узнать подробнее о том, как понять, что ты нравишься девушке, смотри мое видео на эту тему. Я рассказываю там порядка десяти признаков заинтересованности, которые показывают девушке, когда ты им нравишься. Я оставлю ссылку на это видео в описании. Обязательно посмотри его, если еще не смотрел. Номер пять. Слушай, у тебя такая позитивная улыбка, ты прям как будто заряжаешь всех окружающих добром. Ииии постепенно мы переходим к комплиментам. А что, главное в комплиментах? Правильно, конечно же, искренность. Поэтому старайся всегда делать искренние комплименты. И делай комплименты только тому, что тебе реально нравится в девушке. Но, естественно, старайся воздерживаться от пошлостей. Например, вот такого быть не должно. Вот это сисечки у тебя, я бы в них так и зарылся. Номер шесть. Слушай, у тебя очень классная походка. Ты что, училась в модельной школе? Это прекрасно работает, когда ты обгоняешь девочку сзади и уже успел посмотреть на ее красивые ноги и, конечно же, сочную попку. Держу пари. Ты уже думал о том, что будешь делать с ней вечером вот так. Номер семь. Вау, да ты отлично танцуешь. Поздравляю тебя. Ты победила в шоу танцы. Когда ты увидел, что девушка что-то делает хорошо, похвали это. Но не с позиции, дорогая, пожалуйста, дай мне немножко с тобой пообщаться, ты мне так нравишься. А с позиции, хм, а ты меня удивила. Не ожидал. Будем дружить. Девушка, а можно с вами познакомиться? Ха-ха, купился? Никогда, никогда не смей говорить эту фразу при знакомстве. Даже, даже если ничего в голову не лезет. Поверь мне, после нее тебя не отошьет только та девушка, которой просто больше нечего терять в этой жизни. Ну, либо твоя бабуля. Если ничего не лезет в голову, просто скажи, привет, ты классно выглядишь. Даже с этой простой фразой у тебя гораздо больше шансов познакомиться с девушкой. Раз так в 200. Запомни. Номер девять. Девчонки, привет. Подскажите, что делать в этой ситуации? Дело в том, что мой друг, он встречается с девушкой уже три месяца. И вчера она ему сказала, что поехала на вечерние занятия английским. А он случайно увидел, как она сидит в кафе с другим парнем. Подскажите, что ему нужно делать в этой ситуации? Как поступить? Воу-воу-воу! И тут ты нажал на секретную женскую кнопку и активировал функцию «разбор чужих отношений». Будь готов к яркому, эмоциональному и долгому рассказу о том, какая же это воображаемая девушка шлюха, и что так нельзя поступать с хорошими парнями. Ну, и естественно, этот способ отлично подходит для знакомства сразу с двумя девушками. Как и следующий способ. И номер 10. Девчонки, привет! Слушайте, нужно ваше экспертное мнение, а то мы с другом спорим, не можем понять, кто прав. Он вчера на радио Energy услышал то, что блондинки оказываются более сексуально активны в постели, нежели брюнетки. Вот я за это мнение. Он говорит, что все наоборот, что брюнетки более сексуально активны. Вы сами как считаете? Помогите разобраться. Здесь вы закидываете любую провокацию и привлекаете девушек в качестве экспертов. Боже, как же они любят поразмышлять на эти спорные темы. Реально, парни, готовьтесь узнать много нового. Хорошая новость в том, что вместо радио Energy может быть любой журнал или телеканал. И еще одна хорошая новость в том, что совсем не обязательно, чтобы там это говорили. Ну что ж, теперь ты знаешь 10 простых фраз для начала разговора с девушкой. Лучше их не использовать один в один, а на основе их придумывать новые фразы, аналогичные для знакомства. Так это будет в десятки раз эффективнее. А как избавиться от страха подхода и научиться грамотно вести себя при знакомстве? Как избегать неловких пауз в общении с девушкой и оставлять после себя приятные эмоции, не становясь при этом для красавицы другом? Как нужно выглядеть для легкого знакомства и как получить номер понравившейся тебе красотки? Узнать ответы на эти и другие вопросы, научиться легко знакомиться с девушками в любой ситуации ты сможешь на онлайн-тренинге «РМС Знакомство». Я с гордостью приглашаю тебя посетить это замечательное мероприятие и перенять опыт двух лучших экспертов России по вопросам знакомства, соблазнения и построения отношений. Это Денис Шальнов и Петр Кузнецов. Это мои наставники, которые еще 10 лет назад помогли мне сделать первые шаги в искусстве знакомства и общения с красивыми девушками. И именно благодаря их поддержке и стеснительного скованного мальчика сейчас я стал общительным и уверенным в себе парнем. И, соответственно, перезнакомился уже с несколькими сотнями, даже больше тысячи девушек. Так вот, парни, спасибо вам огромное, я действительно ценю то, что вы для меня сделали. Это отличный формат обучения. Дома за компьютером ты смотришь видео, потом выходишь на улицу своего города и делаешь практические упражнения. Можешь делать практические упражнения даже с друзьями. И все это время тебя поддерживают опытные соблазнители. Они подсказывают тебе, как лучше знакомиться, как это делать эффективнее, отвечают на твои вопросы и наполняют тебя мотивацией. Я уверен, это будет твое лучшее вложение и лучшее незабываемое приключение в 2017 году. Для того, чтобы научиться уверенно знакомиться с девушками, тебе необходимо три параметра. Во-первых, это конкретная теория. Во-вторых, много практики. В-третьих, поддержка экспертов. Это все соединено в онлайн-тренинге ERMES знакомства. Это самый простой и самый быстрый способ научиться знакомиться с теми девушками, которые тебе нравятся, а также стать увереннее, избавиться от стеснительности и от одиночества раз и навсегда. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании этого видео, почитай подробности и запишись на тренинг. Каждый, кто запишется на этот замечательный тренинг по моей ссылке, получает в подарок индивидуальный разбор внешнего вида лично от меня. Как только запишешься на тренинг, стучись ко мне ВКонтакте, присылай свое фото, и я подскажу, как и что тебе нужно доправить в твоем стиле одежды, в твоей прическе, чтобы ты больше нравился девушкам. Поэтому скорее, прямо сейчас, не откладывай ни на минуту, записывайся на тренинг. Ведь именно там, после этого тренинга и во время этого тренинга, ты познакомишься с десятками девушек, красоток, и, возможно, встретишь ту самую девушку своей мечты, о которой ты так мечтал. Воу-воу, друзья, лайки, 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 ставьте лайки, поддержите меня фурой лайков, если видео вам понравилось и казалось полезным, или вы хотите, чтобы я дальше снимал такие видео. Поделитесь им с друзьями, возможно, кого-то очень сильно мучает эта проблема, ну или добавляйте в избранное, чтобы не забыть это видео, и потом его пересмотреть несколько раз. В комментариях обязательно напишите, как вам советы мои, как вам способы знакомства, на какие темы вы бы еще хотели, чтобы я снимал видео. Стоит про знакомство дальше снимать, либо нет. Какие-то конкретные темы укажите, ну и, конечно же, пишите, как вы знакомитесь с девушками. Пишите, я с удовольствием прочитаю, на все отвечу. Ну и главное, друзья, у нас скоро выйдут очень интересные темы, например, как понять, что девушка тебе изменяет. Воу-воу-воу, это очень интересно. Очень много тем про стиль, опять же, да, очень много тем про девушек, про уверенность. Чтобы быть в курсе, прямо сейчас подпишитесь на мой канал, нажмите кнопку подписаться, нажмите колокольчик рядом с этой кнопкой и поставьте галочку во всплывающем окне. Тогда вы будете получать уведомления о моих новых видео, будете первыми их смотреть раньше остальных, пока остальные даже еще не в курсе, что они вышли. Друзья, меня зовут Александр Самсонов, эксперт по мужскому стилю, знакомствам и построению отношений с девушками. Спасибо вам, что были со мной. Всем удачных знакомств. До встречи на тренинге онлайн-знакомства. Пока!